Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, четыре, пять. Проверка связи. Надеюсь, всё слышно, всё видно. Потихонечку, друзья, подключайтесь. Я сегодня вещаю с квартиры родителей, с домом родителей. Очень надеюсь, что связь будет хорошая. Всё очень быстро идёт подключение. Всем привет, всем доброго дня. Прежде чем начать, конечно, я хочу уточнить, всё ли видно, всё ли слышно. Говорящая голова, неделка вы с вами в эфире. Сегодня у нас очень интересные темы к общению. Всем привет, подключайтесь. Подключайтесь, всё ли видно, всё ли слышно. Плюсики поставьте. Эмочка, привет. Привет, вижу знакомые лица. Как вас много, как вы быстро. Мне кажется, я чуточку раньше вышла, чем положено, но ничего страшного. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Так, вижу, всё идёт хорошо. На русском. На английском очень надеюсь, что когда-нибудь научусь всё-таки вещать на другую аудиторию. Так, здравствуйте. Всё, я надеюсь, да, 100-114 человечков у нас в эфире. Всем привет. Я сейчас, смотрите, что касается... Расскажу. Займу вас буквально на часик. Очень надеюсь, что я впишусь в этот регламент, в это время. Конкретно по делу, по целям, да. Видео не очень слышно хорошо. Но, вы знаете, может быть, у меня просто, к сожалению, нет возможности сейчас менять локацию. Здесь связи лучше не будет, к сожалению. Так что, поэтому, если не критично, если там я даже в кубиках, но всё видно, всё слышно, то есть, как бы, не критично, терпимо, значит, нормально. Окей? Эфир я постараюсь сохранить. Надеюсь, он, да, будет у нас висеть 24 часа. Вообще, все эфиры я сохраняю на YouTube. Есть у меня канал YouTube Неди Алкаверина. Можете смотреть там прямые эфиры. В общем, ночью кто вдруг будет понимать, что надо обрабатывать фотографии, да, очередные, очень будет клонить в сон. Так что, смело прошу вас, присоединяйтесь. Ну, лучше на русском. Спасибо большое. Да. Так, смотрите. Знаете, что сейчас я сделаю? Я сейчас комментарии отключу для того, чтобы мне было удобно и комфортно рассказать, донести ту информацию, которую я хочу вам наюдать. Но обязательно, то есть, у нас сегодня было два блока. Первый блок мы уточним, значит, выясним по стоимости среднего чека, за сколько всё-таки фотограф должен снимать. Вообще, знаете, слово понятие «должен» фотограф никому ничего не должен. Вообще, всё на ваше усмотрение. То есть, я сейчас расскажу своё восприятие вот этого всего. Немножечко, опять-таки, переводя, как бы, немножко с призмы, не призма. Ну, в общем, со своим каким-то мироощущением взгляда на жизнь. Вот. А далее я включу комментарии, мы с вами будем отвечать на вопросы, делиться. Значит, тема первая именно оценник наш, сколько мы должны стоить. И вторая тема пакетирования. То есть, как же всё-таки зарабатывать за час. Да, всё слышно замечательно, замечательно всё. Я тогда отключаю ваши комментарии, и я чуточку, знаете, чтобы у меня как-то вот Инстаграм я обновила. Буквально несколько дней назад позавчера я выходила в эфир. Эфир у нас в марафоне не каждый день, они через день будут. У нас ещё будет именно эфир один классный. По уверенности в себе тоже будет очень интересная тема, про критику и так далее. Завтра я тоже вам даю задание, но очень важно, я рекомендую задание выполнять. Поэтому сейчас плавно к этому перейдём. И позавчера, когда я выходила в эфир, я это делала три раза намеренно и пыталась найти какие-то наклейки. То есть, вот здесь в обновлённом Инстаграм должны быть наклейки, чтобы моя маленькая головёшка была где-то вправо в углу. Как бы презентация была, чтобы вам наглядно было видно, чтобы не на меня смотреть ни в зубы, ни в рот, да, а именно на текст. Потому что мы фотографами визуалы, и нам так лучше воспринимается, так лучше у нас воспринимается информация. Но, к сожалению, у меня этой функции нет. Инстаграм обновила, но до сих пор у меня этой функции нет. Поэтому я по стариночке сейчас переворачиваю экранчик на свой монитор, да, на свой монитор. И мы с вами перейдём по, пойдём работать по презентации, которую я для вас приготовила. Готовила я её очень быстро, прям буквально в течение пару часов. Так что сильно, очень прошу сильно не ругать. Сейчас выключаю комментарии. А, нет, пока не буду выключать. Давайте секундочку. Мне очень важно, чтобы вы видели всё, что происходит на рабочем столе. Поближе тогда поставлю. Окей. Переворачивать экранчик не буду. Я думаю, что тут всё понятно, да, по смыслу догадаетесь, если вдруг слова не влезут. Вот ещё, ещё прям пару минуток я жду, чтобы мне написали плюсики, всё ли видно. И я выключаю комментарии и начинаем по теме. Прям буквально пару плюсиков я сейчас увижу, и мы начнём. 213 человечков в эфире. Сейчас, я думаю, ещё будут добавляться, потому что... Да, всё, вижу. Всё, спасибо огромное. Всё. Поехала камера. Выключаю. Так, смотрите, значит, домашнее задание. По первому заданию, по предыдущему занятию у вас было домашнее задание. Написать своих 100 целей. Написали, нет? Конечно, это сделать за один присест очень сложно. Но вот кто-то мне написал, что желательно это сделать за один присест. У меня тоже не пошло сразу. Вот скажу, как бы не то, что не пошло. Я периодически это делаю, но чтобы сразу за один день, за один присест на 50-100 целей, мне не удалось. Я это периодически пописываю, так сказать, да. Но я очень рекомендую это делать, пусть даже не 100 целей, пусть у вас там 20 или 30, да. Но, допустим, есть такое очень хорошее упражнение. Я его, знаете, взяла за основу у Дарьи Бигбаевой. Буквально недавно приглашала её в эфир, она об этом говорила. Написать хотя бы там, допустим, 10 целей сегодня, 10 целей завтра. Ну, то есть по памяти, послезавтра и на протяжении месяца попробовать просто, знаете, чтобы в мозг отложилось это всё. И вы с каждым днём будете писать одну и ту же цель с какой-то новой интерпретацией, с новым желанием, с новой энергией. И вот это очень круто. Мне кажется, что это очень крутое упражнение. Я тоже рекомендую его делать. И так, всё, поехало. Упражнение очень хорошее. И да, кто всё-таки это не сделал, я советую всё-таки заняться. Для чего это всё надо? Приоритетные задачи на ближайшие полгода. То есть очень важный дедлайн. То есть очень важно не просто написать, да, что-то там, когда-то я выйду на уровень 100 тысяч рублей, когда-нибудь я сделаю ремонт в квартире, когда-нибудь я куплю себе новую машину. Очень важно всё-таки написать, именно прописать конкретика. Но я не буду сейчас говорить стандартные вещи, которые вы сами всё знаете. Карта желаний, мутборды, раскадровки – всё это не просто вода, всё это реально работает. Если кто-то сейчас слушает и думает, что это полная хрень, вот попробуйте этой хренью заняться, и вы увидите, как меняется ваша жизнь. Давайте дальше. Значит, что касается ограничивающих убеждений. Тоже у нас было такое занятие, практика на вчерашний день. Я, да, ребята, ещё знаете как, я буду всё-таки ориентироваться по вашим сердечкам, периодически понимать, всё ли видно, всё ли слышно. Всё, вот я вижу, сердечки идут, и, значит, я продолжаю дальше. Ограничивающие убеждения. Что это вообще за убеждения? Кто это придумал? Вообще могу сказать, что в наш мозг очень много вкладывали с детства, да, с рождения, с пелёнок, с садика, со школы. Нам говорили какие-то такие фразы. Художник, ну, к примеру, там, творчеством нельзя заработать. Кто такое слышал? Да, художник должен быть голодным. Да, вот я художник, но я далеко не голодная. Знаете, вес всё растёт и растёт. Но это отдельная тема. Это надо делать новые марафоны, что кто-то всё-таки, ну, просто надо поставить себе цель. Наверное, её всё-таки нет, но дальше будем уже, если будет интересно, будем развивать эту тему. Значит, не хвали себя, пусть тебя другие похвалят. Эту фразу мне повторяла моя мама. Можно сказать, ну, не каждый день, конечно, да, я не была никогда выскочкой в школе, но я это слышала частенько. Надо жить посредством. Работа не может быть в удовольствии, да. То есть каждый должен ходить и на свой завод, да, или в свой офис, на нелюбимую работу. Сидеть от звонка до звонка, в этом есть счастье, да. Я, честно говоря, ну, я, опять-таки, всё через своё какое-то мироощущение. Вчера мы ездили с моей семьёй в Икею за ремонтными. Ну, в общем, мы смотрели тоже мебель и прочее для новой квартиры. И, конечно же, я заглянула, там, посмотрела случайно и увидела офис Икеи. Буквально недавно у нас зашёл разговор с моей коллегой, она, подруга, она мне говорила о том, что, ну, примерно назвала мне стоимость зарплаты директора Икеи. И я посидела и на секунду себя поймала на такой мысли. То есть у меня Янка бегала, играла в детской площадке. Я подумала, смогла ли я бы сейчас, вот спустя 10 лет, снова вернуться в офис. И, знаете, я в офисе очень даже неплохо зарабатывала. Смогла ли я выйти, допустим, на должность, если бы даже мне предложили директором Икеи у нас в Нижнем Новгороде. Ну, допустим, допустим, моя квалификация соответствовала бы уровню. И смогла ли я бы, допустим, на сумму 100-200 тысяч каждый день ездить на работу. Вопрос, ответ, наверное, был сразу прост. Насколько мне было это бы близко и насколько я бы кайфовала от этой работы в первую очередь. На сегодняшний момент я отвечаю, что нет. На сегодняшний момент мне гораздо удобнее быть фрилансом, мне гораздо удобнее планировать самой свою жизнь и не ходить на... Допустим, я могу, вот смотрите, вот у меня сейчас стоят, вот лежат вот здесь книги, да, в любое свободное время я могу, не знаю, прочесть то, что меня устраивает, да, хотя тоже времени на всё не хватает. Я могу там заняться, распланировать сама свою жизнь. Но опять-таки, немножко это перешла я с темы на тему. Это просто к тому, что работа не может быть в удовольствие. Я спустя 10 лет нашла себе работу, которая приносит мне и удовольствие, и деньги. Не стоит выделяться, что скажут люди. Мы всегда думаем, что же скажут люди. Я сама всегда так думаю. И, честно говоря, для меня, наверное, было открытием, когда мне мой бывший муж тогда сказал, что мне без разницы, что подумают люди. И я тогда вообще не понимала, думаю, как же так можно? Мы же все вот живём в обществе, а что же... А судят же. И сейчас, чем дальше, тем больше я понимаю, что мне очень важно, что сама я про себя скажу. Мне важно мнение моих близких, моих родных, допустим, моей семьи, моих родителей, и мнение самой себя. То есть если мне комфортно, я не должна, знаете, опять-таки, что скажут люди, у нас будет именно эфир по критике. Вот буквально сегодня под этим постом написал комментарий один такой. Я просто знаю, что это за человек, кто это за человек. То есть периодически пишут же люди гадости, пишут и вам тоже. Да что такое, да вы вообще не фотограф, да кто вас так назвал, топ-фотограф России, да? Ну, я могу сказать, что... Я не хочу отчитываться сейчас, да, вот, не доводить доводы, но могу сказать, что конкурс 35 верст, про который вы тоже очень многие фотографы знаете, да, то есть 35 членов жюри и от каждой страны по одному фотографу, меня таким фотографом назвал конкурс 35 верст за то, что я представляла Россию, да? Вот, но опять не в этом суть. Я просто к тому, что что скажут люди, это тоже, это всё дальше. Это всё не наше убеждение. Где родился, там и пригодился. Вот я не хочу там пригодиться, где я жила, да, где я родилась, допустим. Может быть, моё предназначение нести что-то другое, да, в этот мир. Я не согласна сейчас, и вот когда уже мне 41 год, я не с многими вот этими изречениями не согласна. Почему? Потому что это всё не мои установки, это установки моих родителей, моих бабушек, то есть того времени, в котором жили наши родители. Вот, вынужденно, да, наверное, может быть. Хотя сейчас опять заклюют, напишешь, да, блин, классно было в Советском Союзе, да, классно, всё, идём дальше. В общем, каждый, да, каждый думает, каждый принимает решения и делает выводы сам. Представьте, что вся ваша жизнь, вот это вот одна неделя. У меня есть такой очень классный ролик на Ютьюбе, он называется «Сколько дней живёт человек?». Наберите неделку в Ирину, многие плачут от этого ролика, многие ржут. Ну вот вообще, на самом деле, знаете, какому дню недели соответствует вся ваша жизнь? Вот я сейчас на данный момент, начало четверга у меня, да, то есть, ой, начало пятницы, вот так вот уже, вот уже, вот не успеешь оглянуться, уже начало пятницы, понимаете, когда? Да, то есть, каждый день 10 лет, каждый, каждый день недели 10 лет жизни. Это, знаете, картинка ещё такая, она позитивная, вот эта картинка очень позитивная, я вам сейчас покажу немножечко другую, вот эта вот не совсем позитивная картинка, вот, и я рекомендую посмотреть, да что ж такое, у меня всё постоянно укатывается мой телефон, как-то мне надо его зафиксировать. Посмотрите, да, урок на Ютьюбе есть такой, вот «Сколько дней живёт человек?», и я просто клоню к тому, что часть жизни, видите, мы сильно маленькие, да, нам подтирают попку, и мы не можем принимать решения, а часть жизни, вот прям буквально, вот, наверное, две картинки здесь, я понимаю, что я, возможно, если что-то уже смогу, то захочу, то вряд ли уже смогу, не хватит сил. То есть надо понимать, что сейчас время возможности, сейчас надо менять свою жизнь, и всех своих тараканов гоните прочь, которые засели плотно в вашей голове. А тараканы у нас такие, да, допустим, что касается именно фотографии, очень многие там не знают, сколько стоит работа, да, мне периодически на мастер-классах либо в личку пишут «Ирина, оцените стоимость моей работы». Ребят, это, конечно, каждый должен сделать сам за себя, почему? Потому что у всех потребности разные, все живут в разных часовых поясах, в разных городах, в странах, к примеру, там, это очень сложно сделать, подход каждому индивидуальный, нет определенной пилюли для всех. Сейчас мы этим с вами займемся. Значит, дальше следующая такая больная тема «Боюсь за результат». Вот сейчас сегодня написали «Не оправдаю надежд клиента». Тут я отвечу, наверное, на этот, это вот вопросы как раз прямого эфира. Отвечу, наверное, так, что я тоже боюсь за результат. Вот вы поверьте, я фотографирую 10 лет. И 10 лет не просто там, знаете, как у меня там одна съемка в месяц. У меня, я не знаю, я не считаю, у меня дикое количество съемок на протяжении этих 10 лет. Я, наверное, проще мне посчитать количество часов, которых я не доспала, да, но я всегда боюсь за результат. Почему? Потому что для меня это тоже лотерея. И даже имея хорошую, допустим, хорошую технику в руках, имея видение, да, то есть я могу ориентироваться на локации, вижу свет в любой стране, приеду и буду в любой стране видеть какую-то композицию в кадре, да. Но это всегда лотерея, потому что я всегда переживаю, все ли сложится, не ливанет ли дождь с градом. А вот ребеночек маленький, который пришел на съемку, вот не растут ли у него сегодня зубы. И часто я об этом говорю в начале съемки. Всегда позвоните, за вечером уточните, утром уточните у ваших героев, все ли в порядке, хорошо ли малыш позавтракал, хорошо ли он себя чувствует. Это очень важно сделать для того, чтобы очень часто клиенты бывают, стесняются, то есть они заплатили, допустим, предоплату тысячи рублей за съемку, и они переживают, что эта тысяча просто сгорит, да, к примеру, там, студия та же самая сгорит. Они идут на эту съемку и ведут на эту съемку не совсем здоровых, допустим, малышей. И у нас съемка не складывается. Они складываются не только потому, что, к примеру, вы знаете уже нужные, допустим, на любой съемке вы знаете, кого как поставить, да. Вот вы не теряетесь, вы можете общаться, находить общий язык с любым клиентом, но бывают такие моменты, когда вы ничего не можете с собой сделать. У меня таких моментов было тоже приличное количество. И когда я просто приходила домой, до сих пор помню одну съемку с близнецами. Я пришла домой, у меня была двухчасовая съемка, я ревела. Ревела потому, что я не могла справиться. Я считала себя криворуким фотографом, думала, как же так, почему же я не смогла? Я искала проблемы в себе. Я себя настолько накрутила, что потом надолго ушла в себя. И очень часто такое бывает, когда мы сдаём ту же самую работу клиентам. Бывает такое... Сейчас, ребят, я очень надеюсь, что всё слышно. Бывает, когда мы сдаём работу клиентам, я вчера буквально или позавчера на эту тему говорила, нам страшно, что же скажут люди, что скажет клиент, понравилось или не понравилось. Потому что мнение у всех на творческий взгляд и видение, оно у всех разное. Нам нравится, к примеру, я всегда часто говорю о том, что смотрим мы на картины, на фотографии по-разному, на фотосессии по-разному. Клиент смотрит, красиво я здесь или некрасиво, а мы смотрим пересветы, провалы по композиции, ещё какие-то тараканы в голове. И вот эти вот, знаете, вот это вот, когда мы там, допустим, сдали работу и ходим в подполье, да, сидим, ждём, что нам скажут. Вот, ну, вот очень много вот этих страхов, надо с ними, надо их прорабатывать. Надо, если вы понимаете, в чём у вас проблема, надо работать именно над этими страхами. Очень многие ориентируются, вот вы профи, огонь, сегодня вот мне написали тоже. Вот вы классно, у вас такие хорошие фотографии, да, куда уж нам с этим. Ребята, не сравнивайте себя ни с кем, ни с кем никогда не сравнивайте. Вот многие говорят, в моём городе дороже не купят, вот я себе здесь тоже написала, да. Это такая самая, самое, самое глубокое заблуждение у фотографов. Не надо себя ни с кем сравнивать. Вот если вас, ещё раз говорю, если вас кто-то раздражает, допустим, вы постоянно чувствуете себя не в... То есть у вас нет такого душевного равновесия, вы заходите каждое утро в Инстаграм, и там есть фотограф, который вас бесит, просто раздражает, ещё раз, своими фотографиями. Но отпишитесь, ещё раз говорю, не надо вот жить с этими раздражителями. Не надо себя ни с кем сравнивать. Не надо говорить о том, что вот я проанализировал рынок, да, допустим, в моём городе, там вот, ну, 3000 – это пик, это потолок, там, да, выше 3200 я поставлю, меня никогда не купят. Если бы я так себя сравнивала, ребят, вот по сей день, вы знаете мою историю, очень многие знают мою историю, и я бы, наверное, сидела и боялась бы дальше. Просто ещё раз говорю к тому, что не надо этого делать. Это всё тоже неправильные какие-то наши убеждения. Давайте перейдём именно к стоимости услуг, хорошо? Как же всё-таки, допустим, фотографу среднестатистическому, к примеру, в городе? Давайте я не буду считать город-миллионник, к примеру, да, я не буду считать ваш опыт там и супердорогой технику, и вложенные мастер-классы, к примеру, базовый фотограф. Вообще, конечно, мой эфир сегодня больше, наверное, для новичков подойдёт. Если вы уже давно нам на рынке, и вы ориентируетесь в этом во всём, то, наверное, можно сегодня вам уже сейчас пойти заняться своим делом. Давайте присаживайтесь поближе, наливайте кофе, запасайтесь чипсами и пивом, вот, так сказать, присаживайтесь поближе, те, кто только начинает свой путь. Значит, как рассчитать стоимость услуг? Путь, конечно, ещё раз говорю, что у всех свой, у всех свой, и был комментарий сейчас на эту тему, что почему многие фотографы кричат, что нельзя демпинговать, что нельзя, допустим, брать задёшево. Сейчас секундочку выключу, всё, звуки пошли отвлекающие, не выключила. Это будет очень сильно раздражать. Вот, мой путь начался, когда я не брала сразу больших денег за съёмки, не брала. Я росла постепенно. И, конечно же, у меня тоже было много страхов. Я такая же, как и все вы. И я боялась, у меня стоимость моей съёмки, там, к примеру, когда я начала брать деньги, я брала там, ну, допустим, свадьбы, я не буду говорить, про свадьбы я сразу как бы впустилась во все тяжкие и сразу стала снимать. У меня первая свадьба стоила 8 тысяч рублей. Почему? Потому что я рассказывала, потому что мне нужны были деньги. Моей семье, то есть моему ребёнку нечего было есть. И мы сидели на шее у моих родителей. Конечно же, я сразу стала, у меня были вынуждены обстоятельства. Я поняла, что я не могу ходить бесплатно, очень долго снимать. Хотя до этого я снимала и садики, и школы, и это всё тоже было. Когда я всё-таки поняла, что надо брать деньги, я брала по тысяче рублей. У меня были проекты, такие детские проекты, типа, как фото Макдональдс, про что я говорю, там, свободная касса, да, такие маленькие, по полчаса, по 40 минут. Вот, мы делали проекты такие на сене, в конюшне, то есть с каким-то реквизитом. Раньше было модно, чем больше ты их положишь, тем круче у тебя проект. И, конечно же, даже на этих проектах я научилась тогда зарабатывать. Я брала объёмы. У меня было очень много съёмок. И сейчас могу сказать, что, наверное, если бы сейчас меня спросили, пошла бы я, наверное, по этому же пути, возможно, нет. Честно. Вот очень прошу прислушаться моих коллег, кто только начинает свой путь. Я брала съёмки семейные, у меня были съёмки по полторы, по две, по три тысячи рублей. И я стала понимать, что очень часто из этих съёмок, я же, понимаете, я же очень много в себя вкладывала тоже, смотрела, очень много листала, интернет, жизнь, то есть путешествия. И мне хотелось сделать сразу хороший продукт. И я старалась своим клиентам объяснять очень подолгу, по телефону первое время. Потом стала понимать, почему мои клиенты, я им сказала одно, примерно, да, то есть определила по цветовой схеме, да, ну, примерно хотя бы, всё это на словах. Мои клиенты пришли совершенно в другом. Допустим, потом стала, у неё стала высылать им картинки, говорила там папочка до и после, к примеру, ожидания, реальность. Вы можете одеться вот так, а можно вы одеться вот так. Вот смотрите, просто цветовая гамма. Ребят, часто я уже делала эфир на эту тему, хорошо, как составить, как подготовиться к съёмке, не будем сейчас эту тему трогать. Вот. И дальше я стала понимать, что всё равно очень часто, то есть мы говорим про сегментирование рынка, это тоже уже немножечко другие вещи, то есть про... Я мерила клиента всегда по себе, то есть судя по тому, что у меня был доход не очень большой тогда, и я понимала, что я не могу поставить там за съёмку 10 тысяч рублей. Я думала, господи, кто же меня купит за эти 10 рублей, за эти 10 тысяч, потому что мне даже три там, к примеру, там было очень тяжело из семьи там вырвать, да, кровно заработанные на фотосъёмку. Вот. И в итоге я стала понимать, что я потратила очень много времени, и эти клиенты... Были такие съёмки, когда я в портфолио их не выкладывала. Простите, но мне нечего было выкладывать. Были такие моменты, когда клиенты просто даже не мыли волосы, приходили с грязными волосами, говорили, что ты фотограф, ты дорисуешь. Я перекрашивала до сих пор, помню, один случай на фотопроекте за 1000 рублей, когда мне мамочка сказала, у неё у малышки были облезлые такие ногти. Знаете, лак такой красный какой-то такой, и он был уже старенький такой. Вот. И я сидела, перекрашивала ногти этой малышки в фотошопе, и всегда мне хотелось сделать хорошо. Мне всегда хотелось сделать добро людям. И я сидела, это всё делала. А сейчас я понимаю своим, вот знаете, задним мозгом. Я думаю, зачем это надо? Зачем мне это... С одной стороны, это был дикий опыт, это был классный, это каждая съёмка, это опыт, это общение с людьми, это какой-то определённый подход к моему клиенту. Но сейчас бы я этим путём стопроцентно не пошла. Я бы сэкономила годы. Годы, понимаете? То есть вот эти первые раз, год, два, три, четыре, пять, ещё раз говорю, конечно же, насмотренность была, появился опыт дикий. Но я бы, наверное, выстроила гораздо быстрее, если бы я не брала съёмки за копейки, если бы я прошла бы на те съёмки на творческие, которые мне нужны были для портфолио. То есть сейчас мы вот рассчитаем, стоим всё слух, и вы поймёте, что вы очень часто не понимаете про то, что когда съёмка стоит три тысячи рублей, вы думаете, что вы три тысячи положили в карман. Да не положили вы эти три тысячи в карман, вы вытащили из семьи. Понимаете? Лучше пойти за бесплатно, лучше снять ту съёмку такую вот, простите, я скажу, как охрененную, которую вас кормить будет долго. Вложить в неё, не знаю, пусть вложить одежду, договориться со стилистом, сделать крутецкую съёмку, которую просто на эту съёмку у вас будут приходить сегодня клиенты, завтра, послезавтра и послепослезавтра, и не сидеть на месте на попе ровно, и ещё бежать снимать, ещё бежать снимать. И вот таким бы результатом, да за полгода вы горы бы свернули, вы понимаете? За эти полгода у вас сразу ценник бы уже вышел, там, не в три тысячи рублей, а за десять минимум бы снимали. Нежели вот второй путь. Я думаю, что, вы понимаете, про что говорю, поставьте сердечки, хорошо, чтобы я понимала, что всё на месте, 387 человечков в эфире, думаю, что, да, всё, сердечки пошли. То есть экономьте ваше время, экономьте вашу жизнь. Как же всё-таки рассчитать стоимость услуг? То есть, конечно же, у нас есть техника, на которую мы приобретаем, либо берём в дикий кредит, либо, конечно, нам вдруг повезло, и нам подарил супруг эту камеру, и нам абсолютно за неё ничего не надо, ни с кем расплачиваться. Да, расходные материалы, флешки, жёсткие диски, где вы всё храните, весь материал, аккумуляторы. То есть это расходный материал, который нужен периодически. Да, ну вот аккумуляторы, в принципе, они у меня нерасходные. То есть он у меня, как я покупаю технику, мне хватает этого аккумулятора, у меня дополнительный один китайский всегда лежит с собой. Вот, ну, в принципе, мне хватает даже вот, когда я свадьбу снимала, достаточно было их аккумуляторов. Флешки – это постоянно. Я стараюсь раз в год, раз там в три года, в два года менять флешки, потому что вы понимаете, что сегодня там вы на неё записываете, а завтра она пишет, извините, ошибка доступа. А флешка немножко не работает, а у вас там какая-то съёмка. И стреляешься, берёшься за голову и думаешь, что же происходит, куда же бежать. А чтобы этого не было, надо спрогнозировать эту ситуацию заранее. Жёсткие диски по поводу хранилища, вот этих всех, где вы храните весь ваш отснятый материал, делаете копии, бэкапы, а это всё, понимаете, для того, чтобы это всё хранить, нужны жёсткие диски, которые тоже стоят денежку. Затраты на рабочее место, аренда, либо коммунальные платежи. Если вы находитесь дома, вы не думайте, что ваш компьютер работает бесплатно. За то, чтобы он просто работал бесплатно, прежде, конечно, надо купить себе этот компьютер. А если мы говорим про профессионального фотографа, то есть компьютер должен быть тоже с нормальным программным обеспечением, чтобы вы не сидели и не рисовали, знаете, одну фотографию, а потом вдруг ваш компьютер от того, что вы там наложили 2-3 блогина, он у вас застрелился, повесился и вылетел. И вы завтра опять делаете, плачете, как ёжики, колетесь и снова едите вот этот компьютер, который у вас, простите меня, который надо просто усовершенствовать, чтобы он просто быстро переносил вам плоды и быстро работал. То есть нужен хороший компьютер. Аренда. За всё должен оплачивать ваш муж, то есть за то, что, к примеру, простите, но это если грубо будет сказано, за то, что вы всё больше и больше с каждым днём от него отдаляетесь, а погружаетесь полностью в волшебство фотошопа и днём, и ночью. У жены уже больная спина, то надо пойти операцию на зрение сделать, дети брошенки, часто я про это говорю, свою историю рассказываю, не вас ругая, про себя говорю. Вот. И коммунальные платежи, компьютер, к сожалению, дома просто так не работает, за электроэнергию надо заплатить. Далее, для того, чтобы научиться обрабатывать и правильно снимать, допустим, понимать, что такое ссылка, выдержка диафрагмы, у вас два пути, вы можете учиться сами, вы можете, конечно, набивать эти шишки, но вы потратите на это очень большое количество времени. Ещё раз говорю, если бы у меня сейчас была бы возможность, допустим, многие говорят, а зачем обучаться, сейчас всё есть я на Ютубе, да ради бога, идите ищите на Ютубе, но вы, я так и делаю, я тоже так учусь, у меня есть золотой час в день, то есть стараюсь, по крайней мере, хотя бы какой-то час, хотя бы 30-40 минут вырвите на своё обручение, на самообразование, для того, чтобы у вас, ещё раз говорю, про деградацию, про рост вперёд, если вы стоите на месте, и вы сегодня что-то не прочитали, что-то не выучили, не думайте, что вы на месте, вы не на месте, вы опустились ниже, то есть в обучение надо вкладывать, если вкладываем в мастер-классы, если вкладываем, даже покупаем какие-то онлайн-уроки, это всё стоит денег, правильно, либо вы сидите, обучаетесь на Ютубе, вы тратите самый ценный для вас продукт, это время, я очень надеюсь, что я понимаю, понятно объясняю, да, самый ценный продукт, это время, то есть идут огромные затраты, затраты на маркетинг, на рекламу, на продвижение, вот это вообще, наверное, больная тема для фотографов, потому что многие уже делают очень крутой продукт, часто я сравниваю, есть таких, как бы на моих глазах есть два варианта, первый вариант, это, говорю как есть, есть говнофотографы, которые вообще ничего не видят и не смыслят в фотографии, и они, понимаете, они такие, как сказать, напористые, да, может, молодые, допустим, но это и, наверное, огромный плюс в том, что эти люди, те, кто наглые и пробивные, они, дайте им год, дайте им два или три, через год или два или три они будут давать сами свои мастер-классы, и они научатся, у них будет опыт, и они смогут добиться и будут добиваться больших вершин, а если, к примеру, есть второй вариант, есть люди, те, которые, тихий гений, я их называю, они очень часто, просто на каждом мастер-классе, у меня в каждой группе есть такие ребята, когда я просто берусь за волосы, и я думаю, как, я просто, я в шоке от того, что человек там, допустим, у нас вот в Нижнем Новгороде три тысячи рублей, вот девочка берет три тысячи рублей, да за ее работы, ее вообще, ее просто в Америке бы ей цены не было, она может уже сама свои программы по ретуши преподавать, то есть офигенские, крутые работы, но вы не верите в себя, вот это вот тоже больная тема, и что касается вообще продвижения, мы люди творческие, мы не умеем соединить в себе и то, и другое, вообще идеальный вариант, чтобы, знаете, чтобы за каждым творческим человеком стоял бы какой-нибудь менеджер и пинал бы вас, и реально бы говорил, вообще лучше не говорил, что и как делать, а за вас бы все делал, а вы бы занимались творчеством, но, к сожалению, еще раз, возвращаемся на место, да, спускаемся с земли на землю, таких людей, если вы найдете, то у вас должен быть очень хороший финансовый какой-то бюджет, да, на это, на все, но лучше, конечно, научиться, научиться все-таки продавать, преподавать, допустим, преподносить себя грамотно, заняться своим бизнес-проектом, самое главное, то есть не ждать, когда меня купят клиенты, искать, а где, Ирина, где найти клиентов, да не надо их искать, не надо, сделайте себе бренд, бренд из себя сделайте, сделайте так, чтобы к вам поперли, и реально люди пойдут, вы понимаете, что это все возможно, дальше идем, то есть затраты на маркетинг, рекламу, продвижение, ничего просто так в нашей жизни бесплатно тоже не бывает, как говорила моя мама, бесплатно малячка на задницу не сядет в наше время, не знаю, откуда я такое, в общем, где-то я такое слышала, в общем, смысл в том, что в продвижение тоже надо вкладывать, либо силы, либо деньги, либо это вы делаете сами, либо это делают за вас, но это сегодня не тема для эфир, мы опять, если будет интересно, вы мне все пишите, мне очень важна ваша обратная связь, если будет интересно, мы будем подвигать, делайте марафон по продвижению, потому что это вообще, это просто, я считаю, что это огромный, жирный, большой пункт, с которым тоже надо работать. Налоги взноса на обслуживание индивидуального предпринимателя, если вы оформлены, как и бы, таких немного, честно скажу, по территории Российской Федерации, немного, может быть, еще нам повезло, что не гоняют, так сказать, как это делают, к примеру, в других странах официально, но если вы хотите спать спокойно, платите налоги, это тоже деньги, и немалые деньги, я не буду говорить, наверное, сколько я заплатила за прошлый квартал, волосы дыбом полезут у многих, то есть это приличные деньги. Дальше, няня, детский сад, здоровье, конечно же, когда вы и бежите на съемку, и просите посидеть там, тетю Марусь, соседку, племянницу, ее надо чем-то отблагодарить, ей надо либо заплатить деньги, либо что-то дать взамен, либо вы потом фотосессии будете компенсировать, на это тоже уходит время. Здоровье, про ваше здоровье тоже никто никогда не думает, потому что мы летим, для нас это творчество, а бабочки в животе, все загорелись, мы полетели, а дальше что? Пройдет год, два, пройдет десять, да, у меня плохое зрение, да, у меня там плюс 20 в моих, или 25 уже лишних килограмм, потому что это тоже, это вечная гонка, она не приводит ни к чему хорошему, то есть надо тоже понять, в общем, очень много всяких женских болезней, ничего не как бы, хорошего тоже, наверное, нет, когда вы себя дарите год, два, три, да, а потом поймете, что здоровье-то потеряли, а отдачи-то нет. Связь и интернет, здесь все понятно, реквизиты затраты на творческие съемки, чтобы сделать хороший продукт, надо вложиться, все мы это тоже понимаем, ремонт, обслуживание техники, проценты, давайте, знаете, как я сейчас включу ваши комментарии ненадолго, включу комментарии ненадолго, мы поговорим, немножко я отвечу на ваши вопросы, и пойдем дальше по презентации, я буду по каждому пункту разжевывать, и мы придем к самому вкусному и интересному, все-таки сколько, себестоимость, стоимость нашего чека. Да, привет, ребят, просто буквально еще разочек, ну, можно просто еще, мне просто важно, все ли видно, все ли слышно, привет, все, я вижу, пошли смайлики, 418, я просто вижу, что в эфире есть люди, но бывает очень часто такое, что то связь плохая, то что-то где-то перебивает, все, продвижение интересно, окей, спасибо огромное, все, тогда отключаю, спасибо большое, двигаемся дальше, все интересно, ура, спасибо большое, выключить комментарии. Давайте дальше, следующий пункт, не буду за вас задерживать, потому что лучше, лучше быстро и дальше, что касается техники, мы давайте будем рассматривать примеры только профессиональных фотографов, то есть я профессиональный фотограф, я обучаю профессиональных фотографов для, конечно, ко мне часто приходят на уроки люди, те, которые очень далеки, они говорят, ой, Ирина, я хочу просто для себя, мне вообще не надо зарабатывать деньги, у меня муж там по щелчку пальцеку покупает мне Лексус и квартиры, и Доминиканы, да, к примеру, да, есть те люди, которые говорят, мне просто для себя, я хочу там дочку фотографировать, да, а я сейчас буду говорить именно про коммерческие съемки, которые должны нас кормить, ну, не должны, но мы все-таки очень надеемся, мы уходим с работы с официальной, или там рожаем ребенка, и думаем, что мы сейчас, ага, потирая ладошки, думаем, сейчас я буду вот профессиональным фотографом, сейчас я как себя назову, так как сейчас у меня посыпется по 100 тысяч в месяц-то, вот, и все будет замечательно, вот, но для того, чтобы все-таки сыпалось в месяц, оно может сыпаться, оно будет сыпаться, если предпринять вот такие вот какие-то действия, по пунктам, значит, рассматриваем профессиональную камеру, около 100 тысяч, ну, как бы базовая, да, базовая камера, амортизация техники, рассчитываем вот срок окупаемости, полтора года, 18 месяцев, то есть, если камера куплена полгода назад за 100 тысяч рублей, стоимость ее амортизации в месяц на сегодня, вот делите 100 тысяч, делим на 18, да, и получается у нас себестоимость в месяц, да, если объективы, ну, к примеру, если стекла БУ, я рекомендую покупать стекла БУ, тушку, я не рекомендую брать БУшную, почему, потому что это как в машинах сделают, скручивают счетчики, и вообще это кот в мешке, да, какой щелчок затвора там крякнул, и потом вы будете еще на ремонт отдавать очень много, но стекла БУ покупать можно, у меня тоже были стекла БУ, и это нормально, ну, к примеру, два стекла, допустим, полтинник у вас там 1,4, и какой-нибудь 24 на 70, да, допустим, еще 100 тысяч, да, этого 200, к примеру, объективы купленные 2 года назад, не считаем, ну, допустим, они уже там отработали все, то есть, допустим, они у вас просто лежат, да, на самую новую технику, самые амортизационные расходы выше, что касается ПК, техники для обработки, то есть, она тоже где-то 100-150 тысяч, это, ребята, я считаю, с программным обеспечением, то есть, в любом случае, мы устанавливаем лицензионные программы, Photoshop, всякие пресеты, Alin Skin, Kno Light Factory, Color FX Pro, то есть, то бесплатно, то не бесплатно, то есть там, в общем, смотрите сами, но это тоже стоит денег. Идем дальше. Расходные материалы на рекламу, обучение, можно рассчитывать из общих годовых затрат, к примеру, 12 месяцев, не 18, а 12, давайте считать. Мастер-классы, то есть, к примеру, если вы раз в квартал пошли на мастер-класс, стоимость, к примеру, одного мастер-класса 15 тысяч рублей, то есть, вот получается, в год у вас, получается, тридцатка, да, так, два мастер-класса, да, все, наверное, все верно, я говорю, плюс, если вы прикупили какой-то урок еще там онлайн, его обучение за 7 тысяч рублей, и того считайте. Далее, детский сад, няня, траты, все вынужденные вот именно на выезд, из расчета средства, тоже обязательно в эту таблицу, эту таблицу, я очень надеюсь, вы все скачали, она у вас, она есть у меня в сторис, бесплатно, вы можете зайти и скачать эту табличку, и для вас будет домашнее задание, сейчас о чем мы говорим, обязательно составить стоимость вашего чека, чтобы вы понимали, сколько вы должны стоить. Дальше, значит, здоровье, профессиональные приобретенные заболевания, если вы вдруг, да, делали операцию, на глаза, на спины, есть у меня много таких фотографов, коллег, пожалуйста, стоимость вашей операции туда же, сюда же, в эту же табличку сразу и внесите, да, дальше работаем. Дополнительные расходы на каждую съемку, себестоимость, то есть транспортные расходы, вам надо на съемку доехать, либо на такси, либо на машине, на своей машине, она просто так не поедет, надо залить в нее бензинчик, чтобы она покушала, а чтобы машина покушала, надо деньги взять где? Не в кармане у мужа, а надо внести сюда, в расходную часть. Услуги ретушера, сами вы обрабатываете фотографии, или вы предоставляете ваши фотографии еще там, к примеру, за 200, за 300 рублей, за фоточку, или, к примеру, допустим, вы отправляете по, я даже не знаю, сколько сейчас может стоить, ну, к примеру, свадьбу, там вам делают светоцветокор, еще за 2, за 3 тысячи, часто говорю про то, что очень важно клиенту, сейчас время, конечно, такое электронное, мы очень часто передаем все в электронных носителях, на файлообменник залили съемку, и замечательно, но у наших, у клиентов не у всех хорошие мониторы, и, к примеру, когда мы делаем это на профессиональном своем оборудовании, да, а еще перед тем, как выложить, смотрим на своем Самсунге, у мужа на айфоне, у дочери на китайце, как я это обычно делаю, и постоянно себе задаю вопрос, нормальный ли цвет, а все ли хорошо, ой, опять отличается, помните, я делала такую, такой скрин делала из Америки, где у нас было 2 или 3 макбука, было 2 макбука маковских, макбук про, стоял iMac мой американский, стояло 3 или 4 телефона, именно Apple, и на всех были разные картинки, на всех были разные картинки, здесь, вот вы сейчас задаете вопрос, сразу спрашиваете, что же делать, если вдруг разные картинки, я простите, что прыгнул с темы на тем, но я это тоже должна сказать, то есть, значит, в этом случае, в этом случае, мы просто выдыхаем, мы понимаем, что клиент, если он всю жизнь, ну, к примеру, мне не нравятся мои фотографии на айфоне, у меня Samsung, у меня устраивают цвета Samsung, когда я смотрю у мужа на айфоне, я думаю, боже, что-то такое все бледное, блеклое, некрасивое, но мой муж всю жизнь на айфоне, и он настолько привык к этим цветам, поэтому для него Samsung уже вырви глаз, то есть, здесь надо просто выдыхаем спокойно, идем дальше работать, а по поводу упаковки и печати, я все-таки рекомендую, когда вы сдаете готовый продукт вашим клиентам, если вы хотите получить спасибо, и получить не только спасибо за это, а все-таки, чтобы вас дальше, допустим, рекомендовали, да, сарафанное радио номер один, и для этого очень важно клиенту дать что-то пощупать, и чтобы это была хорошая печать, то есть, в лучшем центре города вашего распечатку дать, пусть это будут 3 фотографии, 5 фотографий, но чтобы они были качественные, потому что иначе ваш клиент посмотрит дома, либо на своем телевизоре, на ужасном телевизоре, либо отнесет в подвал своего дома, там ему так дядька бородатый, простите, меня напечатают, что потом претензии будут к вам, скажут, почему лица зеленые, а вы тут вообще не при делах, у вас все нормально, поэтому, чтобы он клиент пощупал руками, чтобы клиент, знаете, понюхал, чтобы клиент потрогал, облизнул, знаете, вот чтобы он вкусил вот весь этот кайф, надо распечатывать, надо распечатывать, доставка готового продукта, это тоже надо, да, где вы это будете все сдавать, то есть, это все тоже вносим в расходы нашей съемки, дальше двигаемся, расчет по времени, потрачиваем на одну съемку в минутах, самый ценный продукт это время, мы про это говорили, переписка с клиентом, переговоры, согласование, подготовка, сколько времени у вас на это уходит? Много. То есть пока мы там просто с клиентом, знаете, от того, как поступил первый контакт, написали, простите, сколько стоит съемка? И до того, как довести этого клиента до съемочной площадки, уходит очень много времени. Вы торчите в интернете, и муж постоянно спрашивает, что ты там делаешь? А вы, вам кажется, что вы только на съемку подбежали? На съемки вы только работаете, да? И только ночью потом обрабатываете? Нет, вы еще подготовкой занимаетесь, а подготовка занимает очень много времени. Мы обсуждаем, Мы смотрим, допустим, подходит ли этому герою эта локация или этот образ. Допустим, мы подбираем какой-то нужный, советуемся с нашими, допустим, специалистами, со стилистом, если вы делаете съёмку вместе, объясняете, рассказываете. На это уходит много времени, не буду тратить ваше ценное время на это всё, вы всё знаете. Подготовка оборудования к съёмке, время на дорогу туда и обратно, подготовка локации, время, сама съёмка, отбор фотографий, обработка, запись, упаковка – всё это требует отдельного времени. То есть желательно, конечно, вы тоже, чтобы всё прописали. Вообще, конечно, вот я сейчас читаю запись, упаковка готового материала, мне, конечно, очень понравился подход в Америке, но, к сожалению, наверное, у нас он не сработает. Вот в Америке я была на мастер-классе у Стейши Морган, кто смотрел тогда прямой эфир год назад. Она свадебный фотограф, у неё свадебная съёмка от 7 до 10-15 тысяч долларов, весь свадебный сезон забит, у неё очень много заказов. Но, конечно же, у неё нет своих линз, она там линзы использует, берёт в прокат и бросает их в песок, и потом приходят и ей там дают новую. Она клиентам, когда я задала вопрос, я говорю, Стейша, всё круто, как же ты сдаёшь своим, тут за 10 тысяч долларов, расскажи, как ты сдаёшь своим клиентам свадебную работу? Я говорю, ты делаешь, какая флешка у тебя, упаковка? Мы же делаем коробочки дизайнерские, упаковочки, туда флешечку-то вложим, чем больше соломы-то, тем круче, а ещё распечаточку, ещё какие-то пуговки, бантики, ручной работки, открытку. Мы же любим наших клиентов, и мы так привыкли, я так всегда сдавала, поверьте, все 10 лет я так сдавала. И для меня было шоком, когда тогда Стейша сказала, она говорит, как, подожди, говорит, я не поняла. Она говорит, то есть, подожди, надо мне заказать флешку, но чтобы заказать флешку, я на это потрачу время. Пока моя флешка придётся, Алиэкспресс, я ещё буду её потом записывать, а потом я ещё эту флешку должна отдать. Она говорит, нет, я это не делаю, то есть, я просто на файлобменник. То есть, ну, как бы немножечко, да, у нас и подача, и вообще немножко, да не немножко, а множко, миры разные, и мы здесь, да, мы записываем это, на это тоже тратим время, только никто об этом, никто это не замечает. Ребята, вот поставьте сейчас, залайкайте сердечками, кто даже просто не думал на эту тему, что, само собой разумеется, что те минуты, которые вы просто записываете на эту флешку фотографии, да, или на вашем принтере, целый день пытаетесь распечатать, а там не те цвета, а, допустим, картридж вот этот с красками, надо сделать прочистку дюз, у вас не получается, вы там заново бежите за краской. Ну, в общем, кто не замечал этого времени, залайкайте сердечками, давайте, ставьте сердечки, кто не ценит, вот не считал вот этого всего, не считал всего, всё, спасибо огромное, умнички, вижу, вижу. Ещё раз говорю, да, у меня как бы тот же самый путь, как у всех. Давайте считать дальше. Считаем, значит, цель. Количество средний чек. То есть, допустим, сейчас мы перейдём с вами к цели, да, я немножко расскажу про ваше домашнее задание, сколько вы хотите зарабатывать. Ну, к примеру, смотрите, напишите вашу финансовую цель в месяц. Допустим, я хочу 100 тысяч в месяц зарабатывать, но очень важно поставить себе реальную цель. Не надо, допустим, знаете, как делать? Допустим, если у вас в месяц, допустим, 15 тысяч рублей, и вы поставили на 100, из 15 в 100 перейти очень сложно, сразу очень сложно. А, допустим, из 15 в 30 реально в следующий месяц, вообще, no problem. Дальше из 30 в 50, из 50 в 70 и так далее. И так вы достигнете реальной вашей стоимости. То есть, допустим, ставим себе цель, указываем, сколько съёмок вы можете осуществить. Но очень важно рассчитать по здоровью, по силам. То есть, не задыхаясь вот так с языком на плечах, когда вы просто бежите-бежите, и через год от вас ничего не осталось. Вы бросаете камеру в окошко и думаете, а ну нафиг, не могу, не хочу, всё, семья дороже, не буду больше фотографом. То есть, реально, сколько вам комфортно при наличии там двух детей, и сколько вам комфортно делать съёмок в месяц. Например, 8 съёмок в месяц. Ну, допустим, 8 вечеров. Ну, допустим, не в субботу-воскресенье. У нас будет задание на субботу-воскресенье. Я вам дам его чуть позже, поймёте, о чём я. Значит, далее. Сезон, не сезон. Мы же понимаем, что сезонность у нас разная. К примеру, декабрь-январь мы, высунув язык Пашем, у нас бывают месяца дырявые. Есть определённая статистика у фотографов, когда мы просто сидим и со ссём палец. У меня уже давно такого нет, потому что я заранее знаю. У нас мы, когда планировали наш дневник успеха, там был такой расчёт стоимости, где просто очень важно понимать чистую прибыль в месяц. И когда я стала понимать, что у меня прибыль в месяц примерно из года в год в эти месяцы дырявая, то есть в эти месяцы я заранее себя стимулирую и заранее думаю на опережение, что же мне сделать, какой же мне сделать проект, чтобы не оказаться в дыре именно в этот промежуток времени. Понятно, да? То есть давайте, смотрите, здесь, наверное, понятно. Ладно, теперь давайте считаем общую нашу цель. 10 тысяч, например, 100 тысяч в месяц. Делим на количество съёмок, и мы понимаем средний чек. Средний чек – это средняя стоимость ваших услуг. Допустим, за 30 дней заработать 100 тысяч рублей физически, то есть за месяц, получается 8 съёмок. Да? Реально, 8 съёмок по 10 тысяч рублей. Средний чек – 10 тысяч. Тут понятно, да? То есть 10 тысяч рублей – средняя съёмка. Но опять-таки, если вы хотите заработать, сейчас будут кто-то там писать, «Ну, Ирина, тут, конечно же, 100 тысяч рублей-то нам и не снилось, чёрт побери, что это ты вообще прям загнула-то, да? Ну, напишите 30 тысяч рублей в месяц. Сколько надо? 8 съёмок – 30 тысяч рублей. Понятно? Дальше двигаемся. Жду ваши сердечки, идём дальше. Я пока кофе глотну. Да, всё, спасибо огромное. Ребята, я сейчас обязательно буду отвечать на ваши вопросы, потому что мне очень важно не просто протараторить, мне очень важно в диалоговой форме понять, ответить на ваши вопросы, разжевать ещё разочек. Вот. Но просто если сейчас буду включать это после каждого слайда, мы никогда не дойдём до финиша, окей? Так, домашнее задание. Я обязательно в этом тоже напишу. Что касается оплаты, я сейчас быстренько перейду ко второму нашему заданию. Оплата по часам или по пакетам, чтобы сразу ответить на ваши вопросы, и пойдём к разговорам. Значит, многие спрашивают, как же всё-таки брать стоимость за там 3 часа за час, 3 тысячи за час, либо пакеты, создать какие-то пакеты услуг. Делайте, как вам удобно. Делайте, как вам комфортно. У каждого, вот ещё раз говорю, мы настолько все разные, просто мы очень все разные, правда. И нет определённой такой пилюли, которая сейчас поможет всем. Я могу сказать, по свой путь, я работала по пакетам всегда. Почему? Потому что мне было некомфортно на съёмке. Допустим, у меня была детская семейная съёмка, 3 тысячи рублей. Но я всегда работала на результат. Допустим, я выходила на съёмку, я много историй рассказываю на своих мастер-классах. Если будет интересно, вы пишите, я вам сейчас столько всего ещё расскажу. В общем, были съёмки такие, когда я могу за 40 минут реально сделать суперпрограмму. И это всё зависит ещё от моих героев. Они пришли в настроение. Папа счастливый. Я завидую этой маме, потому что там такой папа. Дети вообще просто ангелочки. И просто ты кайфуешь, и ты летаешь на крыльях, и ты сам счастливый домой прилетаешь, обнимаешь всех своих, зарядился вот этой энергией. И буквально ты понимаешь, что всё срослось. И погода, и одежда, и настроение. И ты сдаёшь счастливо этот продукт, и за 40 минут, в принципе, ты можешь сделать хорошую съёмку. Но бывают такие случаи, когда, к примеру, я работала по 3 часа. И это, допустим, я так же прыгала перед клиентами. Я так же, знаете, пыталась найти общий язык. То есть я же понимаю, что я же не меняюсь. Хотя у меня тоже бывает, возможно, моё состояние какое-то психологическое. Сегодня одно, завтра другое. Но я понимаю, что это работа, и я должна, неважно, собрать тряпку из себя в кучку и пойти работать. Но очень часто бывает, что помню такие случаи, когда я по 3 часа работала на съёмке, и результат, мягко говоря, не очень. Потому что, к примеру, ребёнок вообще капризничает по каким-то причинам. Папа, профессор «Всея Руси» рассказывает мне, где лучше снять, и как лучше встать. Я, конечно же, замечательно. Вы же... Но я прислушиваюсь. У меня нет такого, что я гну пальцы на съёмки, пытаюсь доказать, кто кого круче, мериться там. Ещё чем-то нет. То есть, конечно же, хотите, чтобы я вам сняла вот этот кадр, который, как мне кажется, безобразный. И я сниму для вас этот кадр. Что хотите? Вот просто платите деньги. Да я для вас сниму. Я только себе это выкладывать не буду, потому что хозяин, барин. Вот. Дальше. И мне было очень неудобно всегда взять дополнительно стоимость. Допустим, я... Была бы стоимость у меня за час 3 тысячи рублей. Я с ними отработала 3 часа. А на флешке-то у меня материалы так себе. И я понимаю, что я беру с них ещё за дополнительный час. Говорю, дорогие мои, вот ещё 3 секунточки, и пойдёт новый час. Или, к примеру, я с вами переработала ещё 45 минут. Давайте отсчитаем. 3 тысячи это за час, а 45 минут это будет 2 тысячи 600, там сколько, да? Я никогда так не делала. У меня, не знаю, мои воспитания какие-то, мои тараканы в голове, мне не позволят так работать, клиенту говорить, давайте доплатим. Хотя, когда я работала со свадьбами, меня мой второй фотограф, огромное ей спасибо за это, Светочка Шабанова, она периодически меня дёргала. Она говорит, Ира, как ты так? Почему мы переработали ещё там лишний час? К примеру, там задержалась фаер-шоу. Да, и к нам подходят, говорит, Ирин, то есть вы работаете не до 11, а до 12, там задержалась фаер-шоу, и я никогда не брала доплату. Мне Света говорит, ну почему? Ну ты же этот же час урвёшь в своей семье, мало того, что ты здесь на свадьбе на час задержишься, то ты ещё дома будешь обрабатывать этот дополнительный час. И мне всегда было как-то неудобно. Я всегда хотела, знаете, вот, и, наверное, сейчас я тоже буду придерживаться такого мнения, я буду работать по пакетам. Я сейчас работаю пакетами. Мне сложно работать часами. Но опять-таки, если вы кайфуете, если вы сможете, если вам так удобно, ради бога. Давайте дальше двигаемся. Значит, пакеты услуг. Как сформировать? В первую очередь берём чистый лист бумаги и написываем пакеты, выписываем пакеты услуг, какие вы пакеты услуг предоставляете в качестве фотографа, что вы делаете. Значит, материальные, сама съёмка. Вы идёте на съёмку, тратите, помните? Я возвращаюсь к первому слайду, да? Тратите своё время, тратите проезд, нянечка, всё-всё-всё. То есть мы сюда всё вкладываем. Сама съёмка, аренда студии, услуги стилиста, услуги декоратора, услуги ретушёра, печать фотографии, создание фотокниги. Всё, что вы делаете. Съёмка видео, монтаж, создание слайд-шоу, услуги второго фотографа. Просто всё переписывайте. Что вы делаете материально, что вы делаете нематериально. Консультация по телефону – это тоже стоит денег. Очень многие консультируют по телефону, не берут предоплату, а потом клиент буквально в день съёмки или за день говорит, ой, извините, я сегодня не могу. Я вам завтра помогу, да? А вы потратили на это очень много времени, вложили сил. И тут вы что делаете? Труба. Звоните с истерикой подруги, говорите, а такой клиент плохой. А заранее, ну-ка давайте спрогнозируем эту ситуацию заранее. Почему нельзя заранее взять за свою консультацию тоже заранее предоплату? То есть вы уже начинаете работать, то есть клиент говорит, всё классно, это окей, меня устраивает. Допустим, ваша стоимость. Мне нравится, что вот вы предложили, допустим, какие-то варианты съёмки, всё хорошо и готов работать. После этого вы просто берёте там на свою карточку, на свой расчётный счёт, я не знаю, либо наличкой приезжаете там, либо они вам отдадут. То есть берёте предоплату, и только после этого уже начинаете дальше работать. Почему? Потому что тоже уважать свой труд, любить себя надо. Подготовка образа, согласование, да, это же всё делает фотограф. То есть крайне редко бывают такие случаи, могу сказать, в моей истории такого, такое случается редко, когда я не проговорив, прихожу на съёмку, и у меня там чумовая серия. Допустим, они сами всё подготовились, ну, как бы бывают такие. Бывают люди со вкусом, их много, но всё равно их надо направить, потому что каждому герою свой образ. Это вообще отдельная тема для эфира, это вообще не сегодня. Хорошо? То есть вот эта вот помощь стилистике, в парикмахере подсказать, кстати, по поводу, как подсказать парикмахера или стилиста, я никогда не сама не навязываю и вам не рекомендую навязывать своих специалистов. Почему? Потому что это может тоже выйти боком. Вот, поверьте мне, знаете, на грабли не раз наступало. Бывает такое, что когда мне спрашивают, Ирина, а можете ли порекомендовать? Я говорю, да, конечно же, но в первую очередь вам посмотрите по сторонам, в первую очередь я рекомендую вам обратиться к тому специалисту, которому вы доверяете. То есть наверняка есть у вас ваш визажист, который вас постоянно красит, или ваш парикмахер, допустим, мейкап-артистка, с которым вы работаете. То есть лучше им доверьте. Почему? Потому что все люди разные. Допустим, я порекомендую своего или настаю ещё чем будет хуже. Настаю, скажу, что я работаю только со своим специалистом, как это делают многие. Допустим, клиентка у меня абсолютно живой человек. Бывает такое, что мы, когда перед зеркалом девочки сами красимся, нам нравится. А когда нам накрасил визажист, мы хотим побежать и умыться, но нам стыдно сказать, а мы себя чувствуем плохо, нам кажется, что такое... А вот это, знаете, мы просто себя со стороны видим иначе. Вот реально, это как бы есть такой момент. И я никогда не настаиваю на своих специалистах. Почему? Потому что это всё может отразиться во мне как бы в обратную сторону. Бывает такое, что эта визажистка накрасит, а моей клиентке не понравится. Она придёт ко мне на съёмку, и ей вот это вот то, что ей не нравится, как её накрасили, она же будет недовольна в итоге моей фотосессии. Понимаете? Зачем мне это делать? Пусть она лучше идёт туда, кому доверяет. То есть, ну, как бы, здесь много моментов, в которых надо это всё обсуждать. Поиск локаций, консультирование по позе, там, по позированию на съёмках, на это же тоже... Это же всё приходит либо с опытом, потому что мы приходим на съёмочную площадку, и большинство из нас, скажу русским языком, подтупливают, не знают, как поставить. У меня такое было очень долго. Когда я просто видела героев и парк с лавочками, да, там, высокие деревья, парк с лавочками, они у меня пришли с собачкой, и думаю, господи, сейчас с чего начать-то? С кого начать? Куда чего поставить? Это всё тоже приходит с опытом. А чтобы с опытом пришло, это тоже, понимаете, сколько времени вы должны съесть, утащить из вашей семьи. Да, подготовка мудборда, раскадровка, написание сценария, референс, референс написал, референс для специалистов. То есть, когда создаётся определённый образ, если вы работаете со стилистами, то вы делаете референс. Далее. И, конечно же, всё вот это, вот это вот всё вам очень важно соединить в пакетирование. Например, если вы делаете по пакетам. Расскажу. Ребят, вот этот слайд, я сейчас, я просто ещё раз говорю, что я стала делать программу, вот это вот всё сейчас написала буквально очень быстро до эфира, потому что мы визуалы. Смотреть мне в рот информация вряд ли бы так поступила, нежели вы смотрите на мои слайды. И вот этот слайд я быстренько взяла, прям в интернете первую папашу набрала пакет услуг фотографа и скопировала. Я, не знаю, прошу прощения, наверное, у того фотографа, взяла чьи услуги, или огромное вам спасибо за то, что вы как бы помогаете нам развиваться фотографом. То есть я не буду критиковать, я, ребят, просто вот примерно у нас у всех такая ситуация, согласитесь? Примерно. То есть у нас есть пакет базовый, есть пакет стандартный, есть пакет премиум. В чём эти пакеты должны как бы отличаться друг от друга? Ещё раз, моё видение. Минимальный пакет, вот здесь смотрите, в минимальном пакете включено фотосессии, к примеру, один час. Ну, к примеру, мы же понимаем, что если это на пленере, мы можем поработать и полтора часа, да? А если это студия, конечно, мы ограничены часом, и клиенту надо будет доплачивать дополнительно, не только за час, дополнительно за студию. Очень важно, чтобы... Потому что у меня был такой момент в семье, один раз на съёмке, когда клиенты говорят, ой, да, мы, наверное, там была же большая семья, что ли, пришла, я не помню, но смысл был в том, что они говорят, Ирина, классно, мы готовы, типа, на два часа съёмки, то есть нам надо дополнительно заплатить ещё там тысячу рублей за студию, ещё за час. Я говорю, да, да, дополнительно за час. Они заплатили, а я пришла домой и такая сижу и соображаю, думаю, блин, вот идиотка-то. То есть, получается, они за студию заплатили, а я с ними второй час за бесплатно работала? Просто, да, прыгала вверх-вниз с подоконника наверх там, да? А потом я пришла домой, ещё второй, вот этот час дополнительно тоже бесплатно обрабатываю, то есть не получается так. То есть, как бы математика неправильная получилась в моей жизни. Вот, и, конечно же, тут надо понимать, что здесь дополнительно за ваши услуги тоже должны оплатить. Ну, к примеру, смотрите, в чем я, как я рекомендую создать пакеты. То есть, конечно же, у клиента должен быть выбор. Вы должны быть заинтересованы продавать средний пакет. Почему? Потому что он будет такой вот ваш хлеб, тот, который, ну, к примеру, минимальная стоимость, вот мы сейчас с вами высчитали, к примеру, сколько у нас там выходила стоимость, к примеру, средний чек 10 тысяч рублей. Ну, к примеру, у каждого он будет свой, да? То есть, допустим, в этот пакет мы вкладываем всю нашу себестоимость, понимаете, себестоимость, ремонт позвоночника, да, электроэнергия, бензин на машину, то есть и так далее. То есть, мы сюда вкладываем себестоимость и еще плюс, конечно, я бы еще, еще бы накрутила однозначно. Почему? Вот этот базовый пакет, чем они должны отличаться друг от друга? Тот пакет, который у вас сейчас есть, к примеру, вы продаете за 3 тысячи рублей, сюда вообще ничего не пихаете. Простите, но я скажу, как он должен выглядеть. Это должен быть пакет бомж. Просто вот я говорю, как есть. Можете сейчас будете смеяться, ругать, делать, что хотите, видите, то есть, но он должен быть базовый, здесь не надо вообще ничего иметь. То есть, 1 час на съемке, 10 лучших фотографий. Все. До свидания. Понимаете, не надо сюда все фотографии в светоцветокоррекции в формате 50 на 70. Зачем? Клиент, вот я клиент, я такая смотрю, думаю, блин, этот 5 стоит, этот 8. Да, реально, здесь 10 фотографий, здесь 20, здесь, допустим, 50-70 в светоцветокоррекции, а здесь 8-100. Какая мне разница? Я пойду сюда, мне здесь тоже все дают, правильно? А еще давайте распечатайте, помогите мне здесь все полностью, возможно, сменить гардероб 2-3 раза. Да, готовность там 3-5 недель, ну, к примеру, допустим, вот такой вот супер универсальный пакет, а никогда в жизни у вас вот этот не купят. Никогда не купят, потому что вы все дали здесь, правильно? Понимаете, к чему клоню? Вот, то есть, такой базовый, вообще базовый лысый пакет, голый пакет, который вот просто клиенты, еще раз говорю, клиенты все разные, конечно, для того, этот пакет вас даст вам просто существовать, если вы сейчас поставите два других, мы сейчас пойдем дальше. Этот пакет вам даст просто, знаете, хлеб в месяц, есть люди никогда-никогда никого не судить там по деньгам, не мерить, то есть, есть клиент, который реально пойдет вот на этот пакет, и классно, и спасибо ему огромное за это, что ты просто сегодня моей семье дал купить, пойти хлеб с маслом. Огромное спасибо, за 3 тысячи рублей я пойду на эту съемку, но я не буду здесь перерабатывать, то есть, я сниму ровно, что здесь лежит, понятно? Дальше, я в основном буду ориентирована вот на этот пакет, который будет стоить, к примеру, у меня десятку, да, там 12 я его поставлю. Вот, в основном я буду сюда уже, я добавлю и светоцветокоррекцию, и распечатанное, и помощь там, к примеру, позирование, и помощь, значит, услуги как специалиста, к примеру, там, составить вам гардероб какой-то, я могу же накидать. В интернете очень много, ребят, сейчас же вообще просто мы можем, и, допустим, очень важно, конечно, разбираться в каждой сфере, но быть стилистом, это тоже, это здорово, это интересно, то есть, вот эти луки создать онлайн, вы можете сюда, там, к примеру, тоже добавить, хотя бы я бы все это вложила вот сюда, вот в премиум пакет, то есть, такой средний пакет, который окупает все ваши расходы, и вы должны быть заинтересованы продавать вот этот пакет. Третий пакет я рекомендую поставить прям вообще за облачную стоимость, вот вы сейчас, я очень надеюсь, что все сейчас сидят, слушают эфир, вот, давайте отвечайте на вопрос себе такой, сколько бы, допустим, за какую цену бы я себя никогда в жизни не купил, вот сколько бы я поставил, ну, к примеру, ну, допустим, если я стою 5, а здесь ставлю 8, а здесь ставлю премиум 14, не 14 я поставила, я бы поставила минимум 34, минимум, понимаете? Разбег какой должен быть? Объясню для чего клиенты, когда видят вот эти ваши все пакеты, они примерно все рядышком, видно? То есть, скачок не очень большой. Когда клиент примерно видит, то есть, психология, он думает, блин, вот этот сильно вообще для меня не подходит, ну, здесь вообще он лысый, здесь ничего нет, здесь только 10 фотографий, а здесь мне еще дадут 100 в светоцветокоррекции, понимаете? А этот 34 тысячи, офигеть! Фига себе! Конечно, я беру вот этот, а потом всем своим клиентам буду говорить, слушай, я ходила на, допустим, на фотосессию, к, там, не знаю, к Тополевой, к примеру, я придумаю фамилию, вот просто из головы, допустим, она вообще снимает по 34 тысячи, я к ней ходила на фотосессию. Ребят, извините, у меня время пошло, подошло к концу, я сейчас выхожу в...